здравствуйте дорогие друзья это программа время говорить как обычно в этот час обсуждаем актуальную тему сегодня давайте сфокусируемся на рынке жилой недвижимости очень интересные какие процессы там идут более того сейчас спорная дискуссионная тема это продлять или не продлять программу 7 20 25 она переподписана если так можно выразиться очень много заявок поступила но и по идее то денег уже нету и вот сейчас решается вопрос что с ней делать есть поручение президента продлить эксперты говорят не надо этого делать одни другие говорят надо это делать давайте поймем как это все отражается на рынке недвижимости что будет с ценами в конце концов в следующем году тоже интересно знать судьи у нас эксперт лев тетин генеральный директор консалтинговой компании тетин здравствуйте добро пожаловать женабек айгазин генеральный директор а ай эй эрси подключается к нам женабек здравствуйте также вас приветствую слышно хорошо а хорошо отлично так ну давайте коллеги что мы сейчас видим на рынке определимся я вот последние данные посмотрел получается у нас идет спад по объемам строительства это не радует меня как так скажем потребителя потому что цены это все это взаимосвязано и цены я так думаю естественно не будут стоять на месте условно говоря так на 2 миллиона меньше в этом году построили что происходит в спинке почему так и ну с какими результатами мы войдем в двадцать третий год я вас расстроить скорее всего построит на 3 миллиона меньше чем запланировано общий план который ставила правительство на этот год 18 миллионов квадратных это плюс 1 миллион к прошлому году планируют чуть более 15 миллионов ввести почему но мы все прожили этот год мы все были и продолжаем находиться в этом состоянии неопределенности и геополитики экономики на удорожание строительных материалов ну и безусловно инъекция прошлого года еще нам с вами откликаются я говорю о пенсионных накоплениях которые были вовлечены в прошлом году на рынок строительной отрасли и сейчас продолжается спад потому что прошлый год был накачан деньгами 606 тысяч сделок а именно 40 миллионов квадратных метров было куплено в прошлом году вы представляете ну да в рынок еле-еле переварил это конечно же мы видим откат конечно же этот год не откатился настолько насколько мы ожидали до естественного показателя до 300 тысяч сделок в год на сегодня мы ожидаем около 400 тысяч сделок а это тем не менее больше чем показатели прошлых лет ну кроме конечно 21 года а не будет ли при этом простите уточню сразу перебиваю не будет ли это каким-то риском в будущем в том плане что 2008 год не вернется ли назад когда вот этот пузырь был потом пузырь задулся и все это было довольно резко дело в том что риск такой существует и следующий год во первых будет стагнация в целом на рынке не будет никаких всплесков продлят 7 2020 не продлят новое предложение сделал сейчас происходит эволюционный процесс на рынке сейчас слабые погибают а сильные пытаются переструктурировать свой бизнес и вот следующий год возможно может быть характерен чередой банкротств ряда застройщиков конечно же мы будем видеть как правительство будет пытаться выровнять ситуацию дай бог бог все будет хорошо но я бы хотел акцентировать ваше внимание на то что пора уже строительной отрасли делать системные стратегические шаги которые во первых уменьшат импортозависимость потому что до сих пор до сегодняшнего дня 50 процентов в каждом квадратном метре завозится на территорию казахстана и мы зависим стройматериал этих строительных материалов безусловно поэтому здесь необходимо комплексная программа которая будет стимулировать производство строительных материалов чтобы уйти от этой иглы зависимости это первое второе президент говорил о том что необходимо ввести более 100 миллионов квадратных метров ближайшее время а этот год 15 миллионов прошлого 17 вы знаете какой объем необходимо про паре нас еще выше кстати а потребность все 200 миллионов как говорят некоторые эксперты да давайте послушаем нашего эксперта экономиста пожалуйста же навек вам слово в отношении вот всех процессов которые сейчас идут на рынке недвижимости жилой данном случае спасибо данил да я с интересом послушал спикера так есть госпланы по возведению этого жилья каким с каким-то совковым прононсом мы ставим планы печенье но в первую очередь это все-таки же рынок рынок этого жилья первичного там и вторичного хотя вроде бы последняя крайняя статистика показа что у нас объем сделок по крайней мере в ноябре снизился на 26 процента по сравнению с ноябрем прошлого года стоимость тут то есть цена первички за указанный период выросла на 17 3 вторички на 26 процентов получается есть как бы определенный получается просто этих цен ну понятно людей в любом случае хотят играть долгую покупает durable goods там вкладывать квартиры получается да тем более карантин и вертолетные деньги все эти фискальные инъекции дешевые деньги которые были за время карантина там выданы там 10 процентов ввп которые поступили естественно их плюсом то что мы видели изъятие пенсионных накоплений естественно буснула наш этот рынок люди начали покупать больше и больше больше ну следующий год как бы большой ансертон какой большая неопределенный что будет геополитика инфляция пробила там эти верхи у нас уже там за 20 процентов даже сам регулятор официально говорит о том что инфляция будет больше 20 процентов согласен с тем что отрасль стройматериалов естественно нужно нам к это может быть госпрограмма я не знаю какие-то механизмы для того чтобы повысить локальный контент как вот сказал собеседник нас к сожалению только там в инертных материалов в поварах с низкой добавленной стоимостью у нас есть касса держание более высоких переделах у нас она там ничтожно это доля хотя вроде бы там есть у нас доля там лакокрасочных там цемент и прочее прочее но все равно этот незначительная мизерная доля который естественно мы нам нужно чтобы эта доля увеличилась в локальном контенте у вас там что-то стучит сделать немножко потише этот стук и смотрите на тогда интересный момент государству сейчас стоит стимулировать каким-то образом спрос на рынке недвижимости как вы думаете спасибо вопрос который сейчас вообще стоит в общем инфляция высокая любые фискальные стимулы любые как бы не то монетарных скучения это на руку инфляции я сторонник того чтобы сейчас первую очередь надо побороть инфляцию потом уже думать об экономическом рост потому что эти программы они толкают экономический рост но с другой стороны обратная сторона медали этот экстернальная эта инфляция вы же видите хотя доля вроде бы аренды жилья не сидит именно покупка жилья а сама аренда жилья сидит в индексе потребцем который считает инфляцию она вроде бы не такая большая но однако на по цепочке потом толкает люди как бы безумство толпы и прочее прочее поэтому я пока считаю что надо пока приостановить тем более ипотечные программы того же там вас по на 7 20 25 5 20 25 вот эти то что продукты национального банка плюс продукты по нору жеру вот эти продукты самого живострой сбербанка они же монополизируют рынок максимально то есть у нас с ипотечного рынка это хотя банковского слуга банки у нас ушли банки нас не предоставляют ипотеку как продукт государство монополизировал в итоге государство как слов посудной лавке потому что банки не могут конкурировать с такими мягкими условиями государстве потому что дешевая ликвидность если среднем ставки 15 18 процентов они дают под семь процентов естественно какой банк выдержит такую конкуренцию к сожалению вот этой плохая экстернали от этого всего вроде бы родения за общее благо благосостояние к сожалению мы видим что банки ушли с ипотеки это нехорошо да пожалуйста ваше мнение один в том что если мы посмотрим предварительные итоги этого года вообще ипотечном кредитовании еще состоит пирог 73 процента всех ипотек выдано отбасы банком 17 процентов посредством реализации программа 7 20 25 и всего лишь 10 процентов банки 2 уровня мой собеседник совершенно прав не рабочие про нет и полноценных ипотечных продуктов на сегодня но что очень важно а вообще сколько ипотека сколько куплено квадратных метров с помощью ипотеки всего лишь 32 процента тогда как соседние страны показывают совсем другие результаты 70 80 процентов мы видим возможность роста этого сегмента но мы не видим реальной возможности потому что есть огромный монополист с дешевыми деньгами вот здесь возможный мыльный пузырь и вот здесь огромные потери денег государства но вернусь к вопросу который который я освещал помимо стимулирования производства строительных материалов направление денег на обучение направление денег на предоставление возможности организации этих производств помимо этого необходимо выстраивать системно работу с социальным жильем потому что то что сейчас строится но это даже под стандарты эконом жилья не подходит если честно говоря потому что пытаются втиснуться в те небольшие цены плюс пытаются на этом заработать вот здесь я бы направил фокус внимания всех заинтересованных лиц потому что здесь реально необходимы полноценные новые стандарты как на оперируя международным опытом причем есть неудачный опыт франции есть успешный опыт германии сингапура вот сюда необходимо направить больше стимул а не вкачивать очередные деньги на свободный рынок рынок всегда сам себя отрегулирует то есть вы против того чтобы продлять программу 7-20-20 лет она не рабочая посмотрите недоступная 4 года посмотрите вообще саму суть этой программы вы можете приобрести квартиру стоимость которой не превышает 25 миллионов первое второе этот объект должен быть введен в эксплуатацию что происходит по мере строительства все ликвидные квадратные метры распродаются остаются неликвидные а что такое не большие по площади либо а большие по площади они соответственно несут за собой высокую стоимость за четыре года освоено порядка 700 миллиардов из одного триллиона запланированных это в первую очередь говорить о том что программа не рабочие если ее и продлять то ее надо в корне поменять увеличить лимит пересмотреть условия возможно вовлечь еще и вторичное жилье вот тогда люди смогут воспользоваться этими квадратными методами позволить себе ее хотя ну по-прежнему любая финансовая нагрузка в столь нестабильное время это всегда риск для любой семьи вот смотрите что происходит на рынке покажите пожалуйста наши коллеги пишут сын бизнес точка kz люди отказываются от одобренной ипотеки спасает ли рынок жилья продление спасет ли рынок жилья продление программы 7 20 25 таком вопрос задаются журналисты задаются вопросом таким в регионах арендовать становится выгоднее чем покупать а продление льготной ипотеки в текущих условиях не повлияет существенно на рынок из-за дефицита предложения рынок недвижимости туманно встречает грядущий 2023 год ну вот об этом говорят эксперты тоже наши коллеги с ними работают но в общем я если подытожить да господин газин пожалуйста ваше мнение тоже интересно в отношении вот 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 того что мы сейчас обсуждаем если можно просто вам слово данил к сожалению память короткая ну как бы у народа вообще этому полисе мейкеров своей стратегии денежно-кредитной политики в свое время это год назад национальный банк декларировал что он с 23 за 4 года будет выходить из этих ликвид льготных программ потому что он понимает какую он урон наносит рынку это в теории экономики называется финансовая репрессия когда присутствие государства ломает этот рынок он это декларировал почему сейчас об этом говорят я не понимаю потому что это активы будет использоваться ликвидность национального банка это не бюджет 720 25 эта программа регулятор регулятор вообще не не может участвовать по законам рыночной экономики понимаете он как как сказать это как земля воздух какое сравнение можно алюзию привести просто он не может по законам экономики участвовать и давать ликвидность и участвовать на рынке он просто регулирует его основной мандат это поближание стабильности цен все больше ничего он получается начинает вот эти инъекциями давать и тем самым толкать получается и спрос и дальше инфляцию поэтому я пока я думаю что сейчас время пока что по крайней мере ему на может быть воздержаться от этого поведения ну и смотрите инфляцию что инфляция к сожалению вот это основной бич который сейчас у нас есть давайте еще послушаем мнение одного участника рынка есть у нас небольшой фрагмент пожалуйста цены немного стабилизировались но к сожалению покупки снизились на несколько порядков на 47 процентов и выше я надеюсь что следующий год будет получше принимаемые меры сейчас недостаточны сегодня говорят что программа 7 20 25 будет продлена эта программа рассчитана на первичное жилье его не так много как кажется тем более в регионах у нас колеблются цены на вторичное жилье поэтому программу не спасет ситуацию она не стимулирует рынок примерно то такое же мнение как у вас на у коллеги я бы хотел показать всю абсурдность ситуации давайте возьмем алмату да это относительно частный случай но запрещение застройки на именно уплотнение застройки текущей города к чему привело на сегодняшний день стоимость квадратного метра в комфорте может доходить до 700 тысяч тенге за квадратный метр потому что они тем самым ограничили предложение а спрос по-прежнему растет потому что на сегодня уже агломерация алматы насчитывает чуть более трех миллионов жителей вы помимо этого есть миграционные процессы в год алмата растет на 50 в некоторых случаях на 60 тысяч человек регионы начинают мигрировать в мегаполисы я еще раз оконстанавливаю внимание необходимо системный подход в целом к строительной отрасли потому что что сейчас мы еще видим что на за гранью сказано во первых нужна корректная статистика потому что бюро национальной статистики при министерстве говорит о постоянном росте но в то же время мы видим аномалии мы видим из-за серьезного падения спроса небывалые скидки 20 а в некоторых случаях и 25 процентов от застройщиков на первичное жилье такого не было никогда это подтверждает на тот тезис что спрос серьезно упал это первое второе необходимо не пытаться устраивать охоту на ведьм кто же виноват кто тут монополист кто кто гайки закручивает тетя необходимо немножко отпустить рынок да не все застройщики выпал выплывут и конечно потому что извините норма доходности бизнеса застройщика на сегодня на минуточку не превышает 20 процентов с проекта а что это такое проект как правило два года то есть 10 процентов годовых они могут получить да проще в банк отнести 17 процентов получить тем огромный бизнес вести с определенными рисками поэтому здесь нет сверхприбыли у застройщиков потому что все пытаются за счет вот этого жирка как некоторые эксперты говорят застройщики поднабрали в прошлые годы может быть они справятся со всеми этими негативными тенденциями понимаете что это как скакуна на лошади остановить как этот же жирок он реинвестируется в собственный бизнес компании же в основном не однодневки и если он есть они продолжают инвестировать в покупки земельных участков подготовку инженерных сетей потому что город на сегодня на минуточку не успевает он не успевает подтягивать тепло никто не говорит о реальном реальной огромнейшей проблеме обеспечения тепла для квадратных метров в северной столице в астане у нас нет этого тепла т3 5 год подряд переносит увеличиваю ли чем бюджета она по-прежнему не запущена она по-прежнему не работает сейчас все новые объекты и все коммерческие помещения мораторий не отапливаются вы можете себе это представить паркинги не отапливаются потому что хотят и направляют все тепло в квартиры да у нас ситуация конечно весьма весьма непростая так что нам пишут телезрители спасибо что на связи из-за этих программ цена взлетела в два раза что толку от них жилье стало вообще недоступным застройщики подгоняет под эту программу чисто однушки 30 квадратов застройщики имеет 200 процентов прибыли так на 25 миллионов люди строят 150 коттеджи у вас товарища однушка получается ли банки так 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 и так бедный народ космена газин прокомментируйте их души по-моему крик крик ситуация такая доступное жилье у нас будет по-настоящему нет хоть когда-нибудь доступное жилье я вообще сторонник того чтобы льготные программы были только для социально вызываемых своих населения все остальные покупали на рынке я понимаю есть молодежь которым но есть различные зарубежный опыт как то же самое сша они там использовали там down payment assistance либо дают гарантии на первоначальный взнос различные вот эти различные есть механизмы вот это субсидирование процентной ставки либо по сниженным ценам которые ниже рынка она же создает перекос в финансовой системе естественно и тогда на рынке это не работает банки начинают уходить и в итоге получается у нас про проблемы и финансовые секторы начинают а вы же понимаете что банки у нас есть системообразующие тубик тупо если один грохнется ну и дальше под спочки мы не хотим видеть этот восьмой девятый год который нам случился ипотечный кризис то же самое сша либо там рис который в испании был когда было надут этот пузырь либо японии 90-х годов не хотелось бы этого но к сожалению когда мы это когда я думаю что геополитика уйдет эта неопределенность по крайней мере народ вздохнет по крайней мере появится какая-то уверенность в будущем но к сожалению прогнозы того же всемирного мвфа на следующий год высокая вероятность того что темпы роста мировой экономики будут еще ниже понятно ну поживем увидим надеемся на лучшее как обычно спасибо большое уважаемые эксперты за ваше время спасибо друзья что писали это была программа время говорить смотрите нас каждый будний день до свидания а да он о он Редактор субтитров А.Семкин